Тарантул Всем привет! Меня зовут Игорь. Сегодня я вам расскажу про 5, по моему мнению, провальных решений при разработке на Тарантуле. И начну я с того, что расскажу про себя и немножко про нашу компанию. Тарантул, если кто-то вдруг не знает, это такая база данных и сервис приложений в одном фоконе. Мы себя позиционируем как платформу для in-memory вычислений. И свою работу в Тарантуле начал с разработки витрин данных для одного крупного российского телекома. А последнее время я занимаюсь разработкой картриджа. Это такой фреймворк для создания кластерных приложений на Тарантуле. На HelloOdi я во второй раз. В прошлом году я рассказывал про масштабирование кластеров на картридже. Если кому-то интересно, можете найти этот доклад и посмотреть его. Также в Тарантуле я читаю тренинги. Если вам вдруг нужно корпоративное обучение, приходите к нам, мы вам расскажем, как работать с Тарантулом. Ссылки на мои контакты вы можете найти по QR-коду. И вообще в конце презентации у меня будет общий QR-код со ссылками на презентацию. Также там будут примеры, которые вы можете сами потыкать и самостоятельно поломать Тарантулу на основе того, что я сегодня расскажу. И откуда вообще взялся этот доклад? В основном из личного опыта моего и моих коллег. Это разные проблемы с нашими продакшн-решениями, которые мы встречали в своей работе. Также это различные странные запросы от заказчиков, которые просили нас воспользоваться Тарантулом в тех случаях, когда он не очень подходил. И мы насобирали на этом шишки. Также это вопросы тренингов. Про все это буду сегодня рассказывать. А конкретно сегодня мы поговорим про кластерные запросы. Говорим про единую точку отказа в кластере. Посмотрим, как не очень хорошо работать с неструктурными данными в Тарантуле. Посмотрим на мастер-мастер-репликацию и на транзакциями в Тарантуле. И начнем мы с нашей всеми любимой общей Тарантульной грабли, которая называется Select New. Если вы когда-нибудь писали на Тарантуле, вы знаете, что такое Select New. Это такой общий Тарантульный мем, достаточно известный. У нас даже есть свои мемы на эту тему. И что вообще такое Select New. Если вы знакомы с Келем, то это некоторый аналог запроса Select звездочка, у которого есть ряд своих особенностей. Во-первых, он не дает управление. То есть он будет работать, пока он не достанет все данные из Тарантульной списа, из Тарантульной таблицы. После того, как он начался, отменить его нельзя. И все в совокупности это дает вам гарантированный способ положить инстант Тарантула. Либо у вас не хватит памяти на то, чтобы достать все данные из Тарантула. Либо ваш инстант Тарантуль просто перестанет отвечать на другие запросы, и работать с ним будет совершенно невозможно. И как себя можно обезопасить от такой ситуации? Ну, во-первых, самое простое – это не использовать Select. Вы можете посмеяться на этом моменте, но это действительно то, что мы рекомендуем нашим кастомерам. Если его не использовать, заменять его, например, функцией Pairs, которая дает вам итерацию по Space, вы избавите себя от части потенциальных проблем. Ну, если все-таки очень хочется использовать Select, можно туда передавать параметры Limit и ограничивать количество записей, которые вы из него возвращаете, чтобы не возвращать весь Space, а доставать его по кусочкам. И, допустим, представим, что мы уже научились писать Select в Тарантуле, решили, что мы будем читать наши Space кусочками, и нам необходимо написать погенацию. Как бы мы это сделали? В самом примитивном варианте, который просится сразу в качестве решения, это вот такой вариант. У нас есть функция Pairs, наша замечательная, любимая, и мы можем туда передать параметры, которые нам откинут тысячу записей и возьмут следующую тысячу записей. И как мы ожидаем, что это будет работать? Мы будем ожидать, что мы пройдемся по записи, начиная с тысячной по двухтысячную. Но на самом деле нет. Этот запрос пройдется по первым двум тысячам записей и просто отбросит первую тысячу. Соответственно, если вы это запихнете в цикл, если вы будете читать весь Space в цикле, то каждый следующий раз от цикла будет работать все хуже и хуже. И вы получите тот же самый Full Scan, тот же самый Select New, что в первом варианте, только в этот раз будет все, возможно, даже еще хуже. Но при этом он будет вам иногда отдавать управление, и в самом начале Таранту у вас будет работать, и потом он превратится в тыкву. И все-таки, наверное, нам сингл-нодовые запросы в Тарантуле не то чтобы очень интересны. Мы все-таки, наверное, хотим работать с большим Тарантулом, работать с ним как с кластером. И рано или поздно, даже если мы научились писать хорошие селекты в Тарантуле, нам необходимо написать какой-то большой кластерный селект, который соберет данные со всех узлов. Ой, да, я забыл про этот момент. Да, как правильно переписать погенацию в Pairs? Можно передавать частичное совпадение с ключом, и с его помощью вы можете проитерироваться по спейсу, начиная с кого-то элемента. Таким образом, можете достать тысячу записей, начиная с какого-то ключа. То есть вы берете пачку данных из Тарантова, запоминаете, какой там был последний ключ, который вы достали, и потом в цикле передаете его обратно в Pairs, и дальше считаете спейс по кусочкам. И да, вот о чем я начал рассказывать. Это кластерные запросы, кластерные джойны, а точнее, как мы их фильтруем. Давайте представим себе какой-нибудь простенький селект, который мы привыкли писать в SQL. Тут есть какой-то маленький джойн, есть какая-то фильтрация, есть какая-то группировка. И на SQL этот запрос выглядит нам всем понятно, привычно. Но когда мы напишем его на Тарантове, у нас получится какая-то не очень красивая, хорошая конструкция. Сейчас я вам покажу пример кода. Можете у него особо не вчитываться, просто оцените масштаб этого запроса в Тарантове. О, да. У меня немножко поехало форматирование, простите. В общем, выглядит это не очень хорошо, сложно читаемо, особенно со свежим форматированием. В общем, это я к чему. К тому, что запрос, который в SQL кажется простым, в Тарантове будет не очень хорошо читаемым. Его сложно отлаживать, его сложно написать, в нем очень просто ошибиться. И рано или поздно у нас запрос начнет тормозить. И мы начнем искать, кого бы в этом винить. Может быть, мы там не в неправильных местах отдаем управление, или наоборот, не отдаем управление где-то. Может быть, мы используем не те инструменты. Но на самом деле все гораздо проще. И, скорее всего, виноват разработчик, который написал такой код. Поэтому желательно подготавливаться к большим классным запросам в Тарантове и готовить их заранее. Давайте посмотрим на другой пример. Представим, что у нас есть какой-то небольшой кластер с двумя спейсами, которые мы хотим поджойнить и вернуть пользователю. Там еще какая-то фильтрация, простенький джойн. И как бы мы его реализовали наивно в лоб? Ну, мы бы, наверное, сходили на каждый из лоб, достали с каждого пачку селектов, отправили бы их на роутер, там их поджойнили и вернули пользователю. Какие есть, какие могут быть проблемы у такого решения? Ну, во-первых, самое очевидное, что вам просто не хватит памяти для того, чтобы эти данные заселектить. Либо же там будет слишком большая пачка данных, которые при отправке по сети у вас будет занимать очень долгое время. Потом нам нужно будет пройтись по этой огромному массиву данных еще раз на роутере, чтобы их друг с другом поджойнить. И в целом, получается, первое у такого решения будет достаточно плохой. Как это можно было бы исправить? Ну, на самом деле, вариантов тут может быть много. Все зависит, на самом деле, от того, какие у вас данные в тарантуле лежат. Вариантов может быть много. Вариантов решений тоже может быть много. Все зависит, опять же, от данных. Но я покажу один из примеров, как это можно было бы сделать. Например, можно было бы достать ключи, по которым происходит join на роутере. Отправить их на роутер. Там поджойнить эти ключи. В итоге мы получим какое-то общее подможество ключей, по которым нам нужно сделать select. Их мы снова отправляем на наши сторожи. И на сторожах уже выбираем данные по тем ключам, которые нам подходят. Снова возвращаем их на роутер и там join. В целом, наверное, это будет работать гораздо лучше. Все зависит от того, какие у вас данные, сколько у вас данных в каждом из списов, какие у вас запросы, какой объем итоговой выборки, которая возвращается пользователю. И в целом, наверное, стоит сказать про какие-то общие подходы к таким запросам. Чтобы они работали лучше всего, конечно, лучше хранить связанные данные места. Но такое, к сожалению, не всегда возможно. Поэтому стоит применять некоторые правила. Например, фильтрацию данных лучше всего проводить на сторожах. То есть вы должны проходить на сторожах как можно меньше данных, то есть добавлять как можно больше фильтров, так чтобы у вас в итоге запросе возвращалось как можно меньше данных, если это возможно. Если вам нужна какая-то агрегация, какая-то группировка, ее можно сделать на роутерах. Если вы хотите свои данные еще посортировать, вы можете сразу создать индекс, по которому они будут возвращаться уже сортированные. А дальше вы их будете каким-то образом объединять друг с другом. Также, если вдруг вам хочется джойнить какие-то большие таблицы в Тарантуле, которые не влезают в рантайм память вашего приложения, вы можете для этого использовать временные таблицы, которые в InMemory у вас будут хранить результат вашего промежуточного запроса. Ну и какой-то самый главный общий совет, желательно уменьшить количество передаваемых данных по сети и уменьшать количество данных, по которым мы проходимся в ремитрации по SpaceU. И также в конце каждого блока у меня будут ссылочки. Все ссылочки доступны по QR-коду, который будет в конце. Вы можете дополнительно почитать про то, как у нас работает BoxPaySelect. И почитать про CRUD. Это наш модуль для написания кластерных запросов. А следующий пункт моего доклада это единая точка отказа в кластере. Оно на самом деле связано с предыдущим пунктом. Это опять же, буду говорить про кластерные запросы в Тарантуле. И вообще, единую точку отказа в кластере получить, наверное, достаточно легко. Я думаю, что многие так или иначе сталкивались с этой проблемой в своей работе. Я буду рассказывать про один из примеров. Их может быть, опять же повторюсь, может быть много различных вариантов. Опять же, много различных вариантов решений такой проблемы. А расскажу я вот про такую ситуацию, с которой я сталкивался на одном из своих продов. Представьте себе кластер, достаточно большой. Он шардированный. Данные на нем поделены на разные узлы. И во всех запросах, которые приходят в этот кластер, используется специальный спейс, в котором хранятся неизменяемые или редко изменяемые данные. И этот спейс архитектурно был заложен так, что он находится где-то на каком-то отдельном узле Тарантова. И в этой ситуации у нас появляется несколько проблем. Например, это слишком много сетевых походов на один кластерный запрос. То есть каждый запрос, который проходит через кластер, он попадает на роутер. Дальше он расходится по сторожам. И если на сторожа у нас нагрузка более-менее распределена, то нагрузка на инстансы словарями будет очень высокая. И ведь каждый запрос проходит через этот инстанс. Таким образом, получаем, что на него очень высокая нагрузка. Он, в принципе, может ее и не выдержать. И рано или поздно начнет либо тайм-аутить, либо пятисотить, отдавать вам ошибки. И так как это общее место, через которое проходите запросы, вы получите ошибки вообще всего приложения, потому что у вас его основные узи, он перестает работать. Как такую проблему можно было бы исправить? Ну, например, можно было бы перенести этот словарь к месту, где у вас собирается запрос. То есть объединить словарь с роутером. И это вам поможет избежать некоторых проблем с формированием запросов. То есть у вас данные словарные будут храниться рядом с местом формирования запроса. В тарантуле вы можете так сделать. Если вы используете картридж, то тоже можете, например, сделать свою роль, которая за это отвечает, и объединить ее с ролью роутера. В таком случае у нас нету какого-то overhead на походы по сети к этому отдельно стоящему словарю. Данные у вас хранятся рядом. Вы просто ходите на сторожа, возвращаете туда данные, входите в наш словарик, который лежит рядом, и просто джойните данные и возвращаете их пользователям. Но это все хорошо в том моменте, когда мы разрабатываем такую архитектуру кластера. Но, к сожалению, часто бывает так, что у нас уже есть какая-то архитектура, и мы попадаем в ситуацию с один точкой отказа, когда сначала все вроде бы работало, и работало достаточно нормально, никаких проблем не было. А потом внезапно у нас появилось больше клиентов в кластере, и увеличилась нагрузка, и у нас появляется один точка отказа. Как с этим можно справиться в тарантуле? Ну, например, можно добавить дополнительные реплики, то есть повысить доступность вашего репликассета на чтение, написать какую-то свою балансировку запросов, которые будут ходить на этот сторож и доставать с него данные. То есть они будут ходить только на мастера, но еще и на реплики. Как вариант, если вам нужно еще и туда писать данные какие-то, вы можете написать, можете сделать там мастер-мастер-репликацию и написать на нее триггеры, которые вам будут решать конфликты. Про это у меня будет чуть попозже. Либо же, возможно, вам поможет в этом случае синхронная репликация, если вам нужно писать в этот репликассет, но писать не очень часто. В блоке ссылок у нас ссылки на наши кластерные инструменты. Это ссылка на Vshard роутер и на мою статью про масштабирование кластеров на картридж. Как я уже говорил, если вы работаете с картриджем, вы можете написать роли и объединять их друг с другом в зависимости от того, что вам нужно использовать. Проблема номер три это не структурированные данные. Tarantula вам позволяет хранить данные в различных форматах. Вы можете задать какой-то жесткий формат, в котором вы будете знать тип каждого из ваших полей, а можете задать, использовать Tarantula в качестве документной базы данных и хранить данные без формата. Просто хранить какие-то JSON, просто хранить какие-то массивы данных. И хочу показать, какие с этим могут быть проблемы. Опять у нас хотел форматировать немножко. Например, у нас есть space, в котором хранятся какие-то k-value значения. Причем value у нас это какой-то документик, например, это массив данных или JSON, в котором хранятся множество элементов. И теперь для того, чтобы поменять какие-то значения в этом массиве нам будет необходимо достать этот тапл, потом по нему пройтись и поменять в тех местах, где необходимо, поменять там данные. И потом этот тапл записать. Скорость этого решения очень плохая. Опять же, она тут немножко съехала на слайде. Прошу прощения за это. Скорость этого решения очень плохая. У меня на моем магнике получилось где-то три десятых секунды, что для хайлода, наверное, вообще какая-то жуткая беда. Это очень неперфовое решение. Но как от этого можно было бы избавиться? Например, можно было бы разбить наш неформатированный тапл, в котором у нас сохранился массив, на какой-то набор таплов, добавить в формат номер ячейки в массиве, например, и отдельно хранить все параметры, которые мы раньше хранили в этом массиве. Теперь у нас первичный ключ по такой таблице будет стоять из ключа, который раньше был просто единственным ключом, и из номера элемента в этом массиве. Тогда в Tarantula вы можете написать следующий код, можете создать транзакцию, в которой будете просто обновлять, записывать пачку апдейтов, которые вам поменяют все необходимые данные. И скорость такого решения у меня получилась 0,003 секунды. Это в 10 тысяч раз лучше, чем предыдущий вариант. И согласитесь, это уже довольно неплохо. Помимо этого, у несколько триллионов данных есть еще один подводный камень, про который тоже хочется упомянуть. в Tarantula из-за механизма, по которому Tarantula выделяет память, вы можете не попасть в размер выделенной памяти в Tarantula и получить ошибку локации памяти, когда у вас такие не структурированные таблы, они быстро растут, вы можете не попасть в размер, который Tarantula выделяет для ваших данных и получить ошибку локации. Это, конечно, можно подчинить с помощью увеличения коэффициента для локации памяти, но в целом, если бы вы использовали в этом решении структурированные данные, такой проблем бы не было. И по ссылкам у нас докумендация по формату и на слабо-лог-фактор. Следующая проблема, про которую я хотел рассказать, это мастер-мастер-репликация без триггеров. Что такое мастер-мастер-репликация? Это такая топология кластера, в которой мы можем писать данные в любой из злов кластера. Если мастер-реплики мы пишем в один узел и отчитаем, например, с реплик, то мастер-мастер мы можем писать вообще в любой узел. Например, у нас есть где-то в недрах ВК есть вот такой страшный кластер, мастер-мастер топологии. Не повторяйте такое на проде, но такое тоже можно сделать в Тарантове. Тарантова позволяет вам довольно гибкую схему топологии сделать. И какие могут быть проблемы у мастер-мастер решений? Например, когда вы можете сделать одновременные изменения по одним и тем же ключам на разных узлах. Вы делаете одновременные изменения. эти данные по репликационному протоколу Тарантова отправляются на другой узел. И в этот момент мы получаем, что данные, которые нам пришли по репликации, расходятся с теми данными, которые мы записали себе самостоятельно. В этот момент у нас происходит конфликт, у нас разваливается репликация. В зависимости от настроек Тарантова он либо перестает работать, либо будет работать отдельно друг от друга. У вас не будет работать репликация, и узлы заживут своей жизнью. Что очень и очень печально звучит. Как это можно было бы починить? Мы могли бы написать триггер, который будет разрешать нам конфликты. То есть в тот момент, когда ему приходит какое-то тапло, какие-то данные, он проверяет, нет ли у него уже таких данных по этому ключу в спейсе. Если они есть, то он каким-то образом выбирает, какой из этих таплов оставить, какой из этих таплов выкинуть. Например, мы можем добавить к нашим данным метку времени и выбирать, например, тапл, который был создан раньше, или тапл, который был создан последним. Или написать, возможно, какую-то более сложную систему и решать по каким-то вторичным параметрам, какой из ваших таплов более важный. Этот триггер в тарантуле будет выглядеть примерно вот так. то есть у вас триггер это некая луашная функция, которая принимает на вход старый тапл и новый тапл. Если кого-то из них нет, то мы этот тапл просто пропускаем, значит, это было либо удаление, либо первичный insert. Если же у нас есть оба тапла, значит, у нас появляется конфликт, и значит, нам нужно из этих двух таплов выбрать какой-то один. Чтобы добавить этот триггер на space, мы должны написать вот такую сложную конструкцию. Я не буду неподробно останавливаться. Вы можете почитать документацию, как это работает, но если вкратце, то это нужно для того, чтобы ваш триггер заработал сразу после поднятия тарантового и снапшот. А в ссылках у нас мастер-мастер репликация, статья на хабре, и документация на box-replace триггер. И последнее, о чем я хотел сегодня сказать, это о транзакциях перед включением к реплике. Это тоже проблема, которую я встречал на проде. Она была немножко в другом форме, но это была страшная вещь. Что тогда происходило? Произошел рестарт мастера под нагрузкой, шла какая-то нагрузка, постоянная запись, и по какой-то причине произошел рестарт мастера. Например, произошла какая-то внутренняя ошибка, он отвалился с ошибкой, его рестартнули, и после восстановления мастера к нам приходят коллеги, которые проверяют данные, и говорят, что они отправили какие-то данные, Тарантово сказал, что все, эти данные записались, и в Тарантово этих данных больше нет. Я начал эту проблему исследовать, и оказалось, что эти данные, их нет на мастере, но они есть на реплике. Я долго не мог понять, что случилось, но на самом деле мы можем разобрать эту проблему подробнее и посмотреть, что вообще в этом момент происходило. Тарантово в какой-то момент делает свой снапшот, откладывает снимок данных на диск, потом ему приходят какие-то новые данные, он их тоже кладет к себе на диск в x-log, потом он говорит пользователям, что все хорошо, я все записал, эти данные потом расходятся в асинхронном режиме по репликационному потоку на другие узлы, а затем происходит рестарт мастера, и по какой-то причине, либо из-за какой-то проблемы с диском, либо по недосмотру разработчика, который случайно восстанавливал узел Тарантово и удалил x-log, x-log теряются. Дальше мастер восстанавливается, и сразу же после восстановления он начинает писать какие-то данные, не дожидаясь подтверждения от реплики, и что она ему отдала все, что у нее есть. В этот момент реплика эти данные возвращает, и тут у нас происходит конфликт, потому что мы уже успели записать данные с такими же айдишниками, которые мы получили по репликации. Соответственно, у нас конфликт, у нас все снова разваливается, либо в самом плохом варианте у нас ничего не разваливается, но данные у нас на обоих узлах разные. как это можно было бы исправить? Ну, все достаточно просто. После рестарта надо было дождаться, пока мы бы получили все данные с реплики, дождаться, пока у нас сойдутся LSN-ы. То есть в Тарантуле это можно сделать с помощью проверки веклоков, наших любимых веклоков. Можно было подождать, пока у нас данные на мастере и на реплике будут в одинаковом состоянии. Это можно сделать двумя вариантами. Например, можно воспользоваться Replication Connect форумом. Это такой форум, который собирается перед тем, как узел говорит, что все хорошо, в меня можно писать данные, мы должны собрать Replication Connect форум. К сожалению, не всегда возможно установить его больше единицы. Конечно, мы это рекомендуем делать для всех приложений, но иногда это невозможно, потому что у нас, например, кластер запускается по частям или производятся какие-то работы в кластере. В таком случае можно написать какую-то функцию, которая бы дожидалась окончания синхронизации с репликой. Как она могла бы выглядеть? Ну, например, вот таким вот образом, это простенький цикл, который просто сравнивает LSN-ы на одном узле и на другом узле и возвращает true, когда у нас LSN-ы на двух узлах сойдутся. И, соответственно, пока у нас не вернулась true из этой функции, мы говорим Тарантову, что ты пока что до чтения для записи недоступен, только читать все можно. и такой подход вам может помочь избежать проблем с транзакцией. И в ссылках у нас транзакции и репликации в Тарантуле. Можете почитать и разбираться подробнее, как это все работает. И в заключение хочется, наверное, подвести какие-то выводы, обобщить, как в целом не допустить проблем при разработке на Тарантуле. Ну, во-первых, самое идеальное, если бы мы жили в идеальном мире, то, наверное, можно было бы закладывать решение наших костеров заранее, сразу писать такой код, который будет хорошо масштабироваться, который будет хорошо работать как с маленькими объемами данных, как с большими объемами данных. И это, конечно, хорошо было бы иметь в виду при разработке, но, к сожалению, такое не всегда возможно, поэтому хотя бы можно держать в уме какие-то подводные камни при работе с инструментами, с которыми мы взаимодействуем. И, конечно же, настраивать всякие вещи, которые нам помогут выявить эти проблемы на ранней стадии. Например, делать тщательное нагрузочное тестирование. Оно может помочь спасти ваше приложение, если вы можете дать при нагрузочном тестировании какую-то нагрузку, которая будет более-менее похожа на то, что у вас будет на реальном проде, это будет здорово, это сразу выявит вам множество проблем, которые, возможно, есть в ваших приложениях, и вы можете их оперативно исправить. Ну и, конечно, когда вы уже запустились в прод, обязательно настраивайте мониторинг, следите за тем, как работает ваше приложение, следите за его перформ, следите за памятью, другими параметрами. Подробнее про это можно почитать в наших статьях про нагрузочное тестирование и статье про мониторинг. Материалы доклада доступны по QR-коду, также там будут примеры, которые вы можете самостоятельно потыкать и поломать тарантову у себя дома, примерно так же, как про то, что я рассказывал сегодня. Также там будет ссылка на слайды и все ссылки, которые есть на этих слайдах. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, поблагодарим давайте Игоря. И пока вы готовитесь задать свои вопросы, а девушки идут к вам, я воспользуюсь своим таким монопольным правом задать тебе первый вопрос. Вот ты сейчас рассказал про пять проблем. Какая из них, знаешь, есть любимая мозоль, на которую сам наступил, и ты говоришь, блин, я сюда уже наступал. Вот какая из этих проблем тебе вот больше мозоль-мозолисти, так сказать? Ну, наверное, все-таки первая проблема Select New. Это такая всеми любимая в Тарантуле грабля, и, наверное, скажу, что она моя любимая. Супер, спасибо большое. Так, уважаемые коллеги, поднимайте руки, у кого есть готовые вопросы, в онлайне, кстати, можно тоже задавать вопросы, мы выведем их на сцену. Так, секундочку. Тогда у меня будет еще один вопросик к тебе. Вот, когда ты заканчивал свой доклад, ты говорил о репликах, и там был такой еще момент, что есть возможность посчитать, что реплика уже дошла, добежала до конца. Вот эта возможность, она встроенная в СУБД, или нужен дополнительный блок, вот этот вот писать где-то снаружи? Ну, то есть, как правильнее это делать? Ну, правильнее, конечно, было бы делать, ну, настройку Тарантула первоначальную, чтобы он сам самостоятельно это делал, но, как я говорил, не всегда это возможно использовать, и иногда приходится писать самостоятельно такие функции, которые будут, ну, догонять данные, грубо говоря. Хорошо. Спасибо большое. Тогда... Спасибо.